Добрый день! На библейский портал Экзегет поступил следующий вопрос. Как священнику крестить военных, для которых убивать — это профессиональный долг? Ну, наверное, этот вопрос, его нужно было бы несколько разделить, потому что, ну, или уточнить, ну, во-первых, священник крестит человека не по тому образу или по тому социальному положению или по той специальности, которую он занимает или выполняет в своей жизни. Он крестит конкретного человека, личности, который исповедует свою веру в Святую Троицу, и во имя Святой Троицы, Отца и Сына, и Святого Духа крещается человек, который умирает для жизни плоской и греховной и, соответственно, рождается в жизнь вечную. Это вот такая задача стоит перед священником. Другой вопрос, что если человек уверовал во Христа, будучи уже военнослужащим, то должен ли он оставить эту службу? Или, ну, вот так можно, наверное, перефразировать, потому что если он уже крещеный, то вопрос не возникает, да? Если он крестился, ну, обычно происходит, ну, не то, что обычно, но часто происходит, когда человек переживает какой-то внутренний кризис, в том числе там через военные действия, и вот он понимает, что смерть находится совсем рядом, и что может даже какой-то пережить опыт потустороннего присутствия своего, то есть человек на какой-то коме может находиться и тому подобное, вот, то есть почувствует, что мир не ограничен нашим земным существованием. И вот это может подвигнуть человека для того, чтобы искать Бога. Если он находит его в христианстве и исповедует перед священником свое желание, принять крещение, то, конечно же, священник после научения его основам христианской жизни, его крестит. Профессиональный долг у христианина, в частности, воина, не убивать человека, а профессиональный долг защищать свое отечество. У нас даже, ну, министерство называется обороны, а не служба уничтожения сопостатов, понимаете, поэтому наша задача, и она в доктрине нашего государства, защита своего отечества. Поэтому мы всегда вот с этой точки зрения христианской и исходим. Наши интересы, конечно, они, ну, могут быть интересы нашего отечества, распространяться там, ну, в соответствии с реалиями нашей земной жизни, и учитывать те обстоятельства, и объективные, и субъективные, на которых мы с вами все находимся, живем, и с нашими соседями, и друзьями, и недругами. Это всегда было, и, наверное, всегда будет. Поэтому воин, он, если это воин, он идет в первую очередь не убивать. Понимаете, убивать идет киллер, которому просто платят деньги для того, чтобы он убил человека. Вот такого человека, если он исповедует предсвященникам, что он этим занимается, крестить, не потребовав через покаяние, оставить это, и не наложив определенную эпитемию, и тому подобное, там, наверное, другие последствия должны быть с точки зрения самого человека, если он действительно хочет это оставить, покаяться, и, ну, там особые условия. Если, ну, то к военнослужащему это не относится. Хотя есть экономические правила, когда возвращается с покода, да, когда, ну, что называется, кровь на руках, кто отлучается от причастия, там, на определенное время для того, чтобы, ну, так сказать, побывать, прибыть какое-то время в покаянии. Но действительно это грех. Убийство человека в любой форме, лишение его жизни является грехом. Но есть и Богом переданные полномочия для наказания грешников, для того, чтобы жизнь каким-то образом и благо сохранить на земле. Ведь мы помним с самого начала, что херувим с огненным мечом был, представлен на раю для того, чтобы сохранить эту территорию жизни. Ведь это же не просто так. И далее, в течение своей земной жизни Господь общался, и на примере вот евангельских сюжетов, я уверен, что гораздо чаще и с воинами, которые к нему приходили, не было никогда запрета, что оставь свое воинское ремесло и иди вот занимайся рыбной ловлей, подобно моим ученикам. То есть этого не было. Более того, мы всегда считали, что защита Отечества — это дело святое. В первую очередь. Почему? Потому что, когда ты идешь в бой, то ты думаешь не о том, что ты кого-то убьешь, а ты думаешь о том, что ты умрешь сам. И вот здесь особая форма и духовной подготовки. И мы видим, что военнослужащие, множество примеров в истории, и в нашей российской, там, тот же Дмитрий Донской, они приходили за благословением священнослужителям, и через пост, подготовку к этому бою они просили у Бога милости, и помощи, и поддержки для того, чтобы идти на эту брань защищать свое Отечество. Поэтому речь идет не о том, что воины, они там профессиональные убийцы, хотя, ну, сам род деятельности, он связан, конечно, и с убийством человека. Сейчас бой, он несколько другой. Он уже не настолько контактный, вот, и в рукопашную, ну, сейчас очень редко кто-то выходит, как это было раньше. Раньше-то в основном контактный был бой, вот, на мячах, на других каких-то там булавах там бились. Вот, сейчас он, все избегают контактного боя, и поэтому человек сидит, как в компьютерной игре где-то там, воюет, и от этого умирают люди, понимаете? Но, тем не менее, состояние того, что ты прикасаешься к жизни другого человека, оно должно быть в сердце этого воина, и поэтому он, прежде чем уничтожить цель противника, он тысячу раз должен помолиться, чтобы Господь, ну, сохранил, насколько это возможно, эту жизнь. Апостол Павел, он говорит, если возможно, будьте со всеми в мире, если это возможно, но если невозможно, то надо делать какие-то другие поступки. И мы любим жизнь, крестьяне. Именно поэтому мы ее защищаем по образу того, как огненный херувим защищает ворота в рай. Потому что это территория жизни, ее необходимо защищать. И это, в первую очередь, задача наших воинов, тех избранных людей, Богом избранных и призванных для этого высокое святое дело. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok